Девушки отдыхают 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 Какие воспоминания о тех временах, когда Ленфильм, когда Гайдай, что в душе отзывается музыкам тех времен? Да это самое прекрасное, наверное, что у меня было в детстве. Я вырос в Таганроге, у меня был всего один телевизор во всем доме, поэтому все эти фильмы были пересмотрены сотни раз. Потом, когда появились магнитофоны, были записаны не видео, а просто на магнитофон были записаны с микрофона эти фильмы и переслушаны еще тысячи раз. Поэтому все это детство, это прекрасное самое светлое. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Наша профессия это не только встреча с коллегами, а это возможность людям, которые пришли в зрительный зал, сказать что-то доброе, интересное, что-то спеть, сделать жизнь зрителя чуть спокойнее, ярче, интереснее, добрее. Я надеюсь, что этот праздник все эти задачи выполнит. Помимо работы ты получаешь колоссальное удовольствие от города, от людей, от публики, от материала, с которым ты работаешь. Я счастлива. Бывает такое, что блэкаут вышел на сцену, вроде все помнишь, и текст помнишь, и в хорошем настроении, и выспался. Но забываешь какие-то моменты текста. Ну, конечно, бывает. Это и есть импровизация. Мне кажется, это происходит нарочно, чтобы актер вдруг начал импровизировать и показал свой настоящий, ну, калант или что там в тебе заложено. Любой актер дополняет себя и получает отдачу в виде аплодисментов. Когда ты никакой выходишь на сцену, ты собираешься, что ты делаешь, и кажется, что все. Тебе аплодируют, мне кажется, ты готов заново повторить все. Это зрительская любовь. Бывали такие случаи, когда уже по-настоящему, кажется, все, ухожу, не буду сниматься, потому что плохие отношения с режиссером? Очень редко. Один раз. Он был не режиссер, он был литератор. Он требовал от меня какие-то ступени. Что вот сейчас одна ступень, потом вторая, потом третья. Я никак эти ступени ему не могла сделать. Он меня довел до того, что у меня голова была вся в шипах. Вообще как сдавило. Я подумала, боже мой, скорее бы это все кончилось, я не хочу там сниматься. Так и случилось. И нет створения дивная Диана, я вам оплод, я вам оплод. Любимую соперник сеть обмана не завлечет. Как гласит очень современная нынче интернет-сеть, всемирная, с каждым годом советские артисты в советских фильмах играют все талантливее и талантливее. Как вам у нас в Юрмале нравится? Очень хорошо. Давно не был, честно. Как давно? Да, мы тут вспоминали последний раз в 2007 году. По какому поводу? Приезжали со спектаклем на гастроли. Был такой спектакль, очень хороший у нас в Питере. Я должен убрать президента. Ой, давайте лучше это в кадр не надо. Нет, почему? Это была комедия французская, замечательная, зануда. Или я должен убрать президента, я там играл киллера. А вы похожи? Стараемся. Вот, поэтому мы очень здорово провели время и в Юрмале, и в Лепе, и в Риге. Но с тех пор как-то не было оказий. Бог, Бог убрал много чего. Убрал сил немало. Энергии тоже. Но оставил большой кусок сердца, немножко мозга. И оставил тоже, к счастью. Сегодня здесь быть в Юрмале на фестивале вы встретили также многих коллег, многих друзей. Это чудно, это всегда так бывает, что и даже в моей стране, конечно, я не вижу кого-то лет два, три, шесть, и вдруг на каком-то фестивале мы встречаемся. Кстати, хочу сказать, что я в Юрмале не первый раз. На фестивале я была и в Риге, и в Юрмале. Это уже третий раз. Я здесь, и я очень-очень счастливая. Место чудное. Не обещайте, дерь в юной, любови вечной на земле. Это мой кавалер-гард, который поет. Даже не знает, что он все-таки половинку, довольно долгую жизнь провел тоже в Варшаве. Вы не понимаете, почему? Нет. Перестаньте. Вы ничего не знаете. А, в фигуральном смысле слова. Вы сидите в моей гостиной на полочке. Ну, конечно, ну, конечно, но не вы, но пластинка с вашим магичным голосом. Я горжусь тем, что я спел этот романс там, потому что он абсолютная музыкальная иллюстрация вашей любви. Это было замечательно. Раз, не зимой, раз, не зимой, попробуй в жизни хоть раз, Не пускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой. С радостью присутствую на третьем этом концерте и вижу, какое мощное, так сказать, искусство, какие замечательные актеры, какой был дивный вечер первый, посвященный латышским актерам. Такой ностальгический. Мы все же друг друга знаем. И все эти воспоминания об этих хороших картинах. И сейчас, конечно, и то, что вообще так задуман фестиваль музыка в кино, это, по-моему, дорогого стоит. Кому пришла такая замечательная идея в голову? Потому что действительно любой фильм, подход к режиссеру и сценаристу, к композитору, такой же серьезный, как в выборе актеров. Потому что музыка решает в фильме очень много. Очень много. Иногда бывает даже, что, может быть, фильм сам бы себе столько не значил, сколько, значит, придуманная к нему музыка, которая вошла, вот так сказать, народ пошла. И фильм сразу приподнимается и возвышается. Гениальные метры и их ученики, и новое поколение актеров, которые перепевают те самые песни, которые у каждого в душе, у каждого в памяти. У людей слезы на глазах, когда они слушают, как это все перепевается по-новому. Много было не по сценарию, да. То есть увидели лицо в зале, даже вот сейчас была финальная песня, да. Вдруг раз увидели Дмитрия Дюжева. Выходи, ты умеешь это петь? Умеет, не умеет? Он с удовольствием сразу же поднялся. То есть не было там, что-то он стал бы задумываться. Пойду, не пойду, смогу, не смогу. Если душевно ранен, если с тобой беда, Ты ведь пойдешь не в баню, ты ведь придешь сюда, Здесь ты вздохнешь счастливо, Кряхнешь и скажешь... Губит людей не пиво, губит людей вода. Приехал сюда, потому что очень уж хотел быть на таком биеннале, как говорят теперь модно, да, на таком форуме замечательном. Так, здесь ощущение домашности такое есть, не такой, знаете ли, не столичности хорошей. Тут хочется так вот вести себя довольно свободно, прекрасно и расслабляться, чего не позволишь в других местах, там, где пафос, там, где строго, там ты, понимаешь, должен соответствовать, должен каждую пуговичку застегнуть. У вас здесь, вы добились такого хорошего состояния для актеров, комфортного, что это так быстро не делается, так просто. Поэтому я здесь. В прошлом году как раз был в качестве гостей, вот здесь вот за столиками, мы сидели и рассуждали, как бы это было бы здорово, чтобы в следующем году я как-то смог поучаствовать. И вот оно произошло, и на одной сцене с мэтрами российской, и не только российской, в общем-то, киношколы, актерской школы. Я, конечно, себя чувствую, огромную ответственность, которая на мне возлагается, чтобы очень качественно подготовить этих выдающихся людей, и чтобы им помочь всячески, потому что далеко не все являются певцами. А что мы представляем из себя без зрителя? Ведь, ну, согласитесь, ведь зритель, только он делает нас известными, популярными. Если ты не интересен, или там фильм, или спектакль, зритель не пойдет, это останется. Вот так вот, ни с чем. Затвори, Господь, хоть пятьдесят Одесс, все равно в Одессе будет тесно. Еще, улыбайтесь. Улыбайтесь все. Мы вот будем улыбаться. И если будем улыбаться, то будем знать, что нам в ответ тоже обязательно улыбнуться. А давайте что сделаем? Давайте просто улыбнемся и всем покажем телезрителям, как это делается. А мы встречаемся уже завтра. Уже четвертый день. Смотрите дневники Юры Сперлы. Со мной Майя Силовой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова